Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Марина Рябцева. Сегодня у нас в гостях министр сельского хозяйства Чувашской Республики Павлов Сергей Владимирович. Здравствуйте! Добрый день! На сегодняшний день одной из самых актуальных тем является тема ответных санкций России. То, что Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания. Вот как это отразится на нашей республике? Для нас, я считаю, что это будет положительным моментом, потому что Чувашская Республика, она самодостаточная по основным видам продовольствия. Если сказать по обеспеченности, то мы больше, чем два раза себя обеспечиваем и картофелем, и овощами открытого грунта. Это на уровне потребления. Яйцом больше, чем потребляем. Молоком также больше, чем потребляем. У нас один показатель только это мясо. Мы производим где-то около 55 килограмм на душу населения, а потребляем где-то около 60. Но в 2015 году уже мы этот пробел закроем. Но это никак не скажется на том, что наши граждане недополучат мясо. А вот это мясо какое? Мясо птицы, свинина, говядина? Да, действительно, если взять по категориям, то у нас где-то на 70% мы обеспечены по мясу птицы и на 50% по мясу говядины. Что касается говядины, то, конечно, его быстро увеличить мы не можем. И поэтому мы ставку все-таки делаем на птицу. Тем более у нас есть проекты, которые реализуются и еще будут расширяться и на следующий год. Это у нас птицфабрика Акашевская. В прошлом году начали конструкцию, в этом году продолжают. Планируют довести производство до 20 тысяч тонн мяса птицы. В прошлом году производили где-то 5 тысяч тонн. И Агрохолм Кюрма. Это птицфабрика в Чебоксарском районе находится, которая планирует в этом году произвести около 18 тысяч тонн мяса птицы. А к концу 15-го года около 40 тысяч тонн мяса птицы. То есть в этом не будет проблем. Тем более там строится и мясоперерабатывающий комплекс, завод, так сказать. И продукции мясной будет, я думаю, что достаточно для того, чтобы испечь потребности жителей Чувашской республики. Ну это вот птица, а вот говядину говорить так быстро не увеличишь. А здесь тогда какие планы? Ну здесь птица, то есть больше потребляем птицы будет. Говядина, скажем, понятно, это продукт, который более диетический. И может быть мы его и потребляем в не таком большом количестве, потому что, ну как, больше потребляем свинину и больше будем потреблять птицу. Тем более птица – это легкоусваиваемое мясо, довольно-таки в хорошем касаемом качестве. Понятно, нам нужно увеличивать объемы производства. И эта задача перед нами стояла она еще раньше. Вы знаете, что вот была принята еще в 10-м году доктрина продовольственной безопасности, где сельхозцевыми производителями или правительством были поставлены задачи производства определенных видов продукции до определенной степени, как сказать, чтобы собственное производство было. И по многим показателям, в целом по России эти показатели достигнуты. Если вот взять по продуктам, то свыше доктрины продовольственной безопасности приняты это по зерну, по сахару, по маслу растительному, по картофелю. Но вот не доведены до показателей доктрины – это по мясу, по молоку, по рыбной продукции. Но все равно эти подвижки они много сделали с 2010 года. В том числе и в нашей республике. А вот смотрите, с момента того, как введены были санкции, уже какие-то изменения в республике появились? Не знаю, может быть, кто-то с этого момента решил расширяться и берут кредиты? Или какие-то движения начались в сельском хозяйстве? Ну, хочу сказать, что инвестиционные проекты, лучше их так назвать, потому что, как сказать, это привлечение инвестиций. Для того, чтобы расширять производство, конечно, нужно привлекать инвестиции. Инвестиционные проекты, они у нас есть, и еще в планах есть, и были. И не только, скажем, строительство и расширение птицеводства, но и, конечно, нам необходимо расширить объем производства по свинине, потому что и строительство свинокомплекса сейчас мы наработки ведем. Потому что, с учетом того, что есть опасность, скажем, африканской чумы свиней и население меньше, с удосточением требований ветеринарных надзорных органов, население, мелкие фермеры перестали держать свиней. И, соответственно, нам этот продукт нужно производить в крупных предприятиях. Поэтому эту задачу перед собой мы ставим. Ну и, конечно, если взять по объему производства, то много у нас объемов выводится за пределы республики. Вот тоже мясо у нас 25% объемов произведенного вывозится. Это какое мясо? Мясо, мясные продукты. Но все и курицы? Все и курицы. То есть это же процесс такой, как сказать, неизбежный. Какую-то часть к нам заводят, какую-то часть вывозят. Но вот мясо это 25% вывозится, молока около 50%, 30% яйца вывозится. Конечно, вот нам надо ставить задачу, это увеличить объемы переработки с хозяйственной продукцией. Чтобы мы не отправляли сырье, а сами производили это, уже готовую продукцию. И добавленная стоимость оставалась у нас здесь, в республике. В том числе и налоги, и зарплата. Для этого, скажем, вот в 2011 году у нас в Чувашковой республике действует программа по субсидированию процентов ставок по кредитам для пищевых перерабатывающих предприятий. И этой программой у нас ряд предприятий воспользовались. Кредиты были получены более чем 1,6 миллиарда рублей. И были модернизированы производства. И в том числе построен, помните, новый молочный завод в городе Ядрине, который соответствует всем современным технологиям. И я думаю, что вот эта ситуация, она как раз для таких предприятий сделает положительный результат. А вот не планируется ли производство сыра вести тоже в республике? Нет ли такой программы? Сыр. К сожалению, у нас в Чувашковой республике производится только мягкие сорта сыров. Пока такого проекта нет. Это довольно-таки, как сказать, сложный рынок. Вы знаете, что на производство одного килограмма сыра требуется 10-15 килограммов молока. И молока качественного. Но сыры у нас производят соседи. Это в Мордовии, конечно. Но себя, задачу такую не снимаем. Будем смотреть, предлагать. Возможно, после запрета таких, скажем, в особенности сыры много процентов вывозилось на территории Российской Федерации из-за пределов. Возможно, у нас найдется инвестор, который мы бы могли поддержать и запустить такое производство. Хорошо. Вот смотрите, вот сейчас останется только все местное. Российская, Чувашская, вот у нас непосредственно. Какой-то мониторинг ведется цен? Не повысит ли цены? Как вообще? Какие-то работы уже ведутся? Ну да. Хочу сказать, что в указе президента же было отмечено, что правительством должны сделать все усилия для того, чтобы не допустить рост потребительских цен на эти продукты питания. У нас создан штаб, как я уже сказал. Мы ведем ежедневный мониторинг, как муниципальные районы, так и Минэкономразвитие, так и Минсельхоз по сельхозсырью. В принципе, вот за эту неделю больших скачков и там каких-то ростов не произошло. Но понятно, есть там определенные сезонные, скажем, ну как сказать... Все равно увеличиваются на косине, да, на молоко? Ну да, скажем, увеличится на косине, на молоко. Это просто сезонный, имеет сезонный характер. И я думаю, что ничего страшного в этом нету. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» был министр сельского хозяйства Чувашской республики Павлов Сергей Владимирович. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова